Сейчас смотрела видеоролик, потому что там один. И всегда читай комментарии, что другие люди пишут. Потому что есть люди, которые держат овец, есть люди, которые устали уже, как бы не держат овец, но опыт-то сохранился, как бы. Ну и они оставляют комментарии. И там пишет один человек, типа, что Романовка приносит и 4, и 5. Типа, ну, нужно оставить только двое, потому что она больше не выкормит. То есть, я не знаю. У меня вот есть Романовка, я уже рассказывала, про нее показывала. Вот она там стоит. Она в прошлый раз мне принесла, мы ее купили скотную. Вот, видно ее. Мы ее купили скотную. Она через неделю родила, тройню родила. Ну, такие дворняги, короче. То есть, трех мальчиков родила, трех барашков она мне родила. Всех выкормила, мы вообще не трогали ее. В этот раз вот она мне родила трех вот таких, короче. Ф1. Одну Ярочку и двух мальчиков от моего уже породистого барана. Тоже никто не вмешивался. Никого не кормили, не подкармливали, никого не трогали. Вообще! И все вот такие прекрасные даже. Их и не отличишь вообще, где они. Я Ярочку отличаю, потому что у нее длинные ноги, как у мамы. Только. А какие ее два мальчика, я даже и не знаю. Знаешь, у нее F1 где-то здесь. В общем, вот так вот. Вот такая вот Романовка. Я считаю, это овца-инкубатор. Романовка. Романовка. Продолжение следует...